Геолго-разведка, добыча и переработка нефти, а также реализация продукции через самую крупную в Беларуси сеть автозаправочных станций. Доклад о работе «Беларусьнефти» президенту сегодня представили председатель Совета Республики Наталья Качанова и генеральный директор Александр Ляхов. В этом году «Беларусьнефть» празднует 55-летие. Пройден большой путь от простого нефтедобывающего предприятия до современной компании с полным циклом. Сегодня это крупнейший продавец нефтепродуктов в стране. Доля на рынке около 70%. Если раньше нефтяники строили и ремонтировали чужие скважины, то сейчас реализуют собственные зарубежные проекты. Последние четыре года уровень добычи нефти в Беларуси ежегодно увеличивается на 20 тысяч тонн. В этом году задача добыть минимум 1 миллион 730 тысяч тонн. «Больших таких претензий нет, за исключением одной. Надо каждый год добавлять. Надо добавлять и не только за рубежом. Хотя вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти, добываете нефть, расскажете, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси, мы с ним обсудим. Печальный момент в работе компании, я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси, мы в свое время, ну, до нас с вами еще добывали свыше 8 миллионов тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего нашего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет. 70% рынка вы сегодня обеспечиваете в Беларуси. Я это буду поддерживать всегда, пока я президент. В данный момент в Беларуси очень перспективным видится открытие новых месторождений и добыча нефти на юге Гомельской области. Геолого-разведочные работы проходят сейчас на территории Лельчицкого и Ельского районов. В следующем году на очереди на Равлянский и Хойникский. Есть большие планы на освоение недр Припятского полиция. Меня очень интересует и волнует проблема Припятской впадины. Внутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать, но так, чтобы мы нарастили добычу нефти хотя бы 3-3,5 миллиона тонн. Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости. Но если еще и атомную станцию одну построим, слушайте, страна будет обеспечена всем необходимым, особенно энергией. Хотя нам надо еще эту энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим. За электромобилями. И спасибо вам, что вы занялись вот этими заправками электро. Я вижу, что продвижение очень серьезное, но сегодня мы снимем всякую волокиту и всякий бюрократизм. Вы не стесняетесь об этом говорить откровенно. Вы же еще и сенатор. Если нужна вам поддержка, или как у нас модно говорить, крыша, ну так вот крыша. Председатель Совета всегда вас поддержит. И надо любой документ мне напрямую доложит. Если это надо, нет. В правительстве продвинет ту или иную идею. Но мы не можем загубить вот эту тенденцию электромобилей. Ну а для электромобилей нужны заправки. Заправки быстрые. Кстати, сегодня на белорусских дорогах около 4 тысяч электромобилей. Активнее пополняется и городской парк электробусов. Сеть электрозарядок включает уже более 450 станций. До конца года их будет 600. Это вполне достаточно для сегодняшнего количества автомобилей. Более того, мы работаем на опережение. И я думаю, что это создает хорошие предпосылки для перевода и субъектов хозяйствования, и населения на электротягу. Беларусьнефть планирует строить и комплексы для быстрой зарядки. Кстати, производитель оборудования для электрозаправочных станций наше предприятие «Витязь». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...